Начнём с ситуации в Черниговской области. На арсенале Вычни до сих пор слышны взрывы, но даже несмотря на это люди уже возвращаются в свои дома. Напомню, эвакуировать пришлось 12 тысяч человек. Конечно, правительства и местные власти сработали очень эффективно, быстро увезли людей с опасной территории, но теперь задача куда серьёзнее. Так же быстро, до холодов, помочь всем, чьи дома разрушены или повреждены. Как сейчас выглядят сёла и посёлки после арт-канонады Вычни, видел Богдан Вербицкий. Так как тут, в этом классе нет ни одного векона уцелелого. Так в школе ни одного векона уцелелого нет. Ни одного двора уцелелого нет. Всё вылетело. Директор Виталий Бабенко показывает последствия взрывов. Эта школа находится не в прифронтовой зоне. От посёлка Дружба до Донбасса сотни километров. Зато совсем рядом Ичня. Здание у ворот военной части. На окраине городка. В школе учились 116 детей. Когда все они снова сядут за парт, Виталий Александрович не знает. Всё тут, всё выбило хвыли. Сотни повреждённых и разрушенных домов. 12 тысяч эвакуированных жителей. Многие из которых до сих пор не вернулись в родные сёла. Всё началось в ночь на вторник. Жители военного городка Дружба проснулись от взрывов. Этот посёлок расположен совсем рядом с арсеналом. До него меньше километра. Снаряды сюда не попадали. Но взрывной волной выбило стёкла и двери. И даже обрушила стены. Началась эвакуация. Самостоятельная. Наши дяди, люди, понимаете, брали кто сколько мог. Уже в гулях ехало по 8-10 человек. Ну что, удилились документы в руки. У москвича. В 4 утра местные власти уже начали эвакуацию организованную. Из Ични и соседних сёл. А территорию в радиусе 16 километров оцепили. Приезжала машина и сказала, что вы до эвакуации готовились. Но мы собрались, конечно, на успеху кто как. Людей вывезли в соседние города и посёлки, куда не долетали снаряды. Там организовали оперативные штабы. Временных переселенцев разместили в основном в школах. С едой и тёплыми вещами помогали спасатели и волонтёры. Первые стравы, супы, борщи. Всё у нас есть, каши, картофель, макароны, бутерброды. Все нам помогают. Все. И школа, и приносят продукты. Зарево пожара было видно за километры. В огне оказалось 5 артскладов. А всего на военной базе было 70 тысяч тонн боеприпасов. В первые часы они взрывались ежеминутно десятками. Локализовать пожар удалось только через сутки. Затем и ликвидировать. Там наразе працуют пожарные танки, которые специально прибули, например, с Десны. Один из подразделов Збройных сил Украины. Планует провести там, а сейчас проводит там аэророзвитку. Уже в среду местные жители понемногу начали возвращаться домой. Те, кому повезло. Некоторым возвращаться было некуда. Это Августовка. Село расположено всего в полукилометре от Арсенала. И пострадало больше всех. Большинство снарядов прилетели сюда. В огороды и дома. Валентина показывает нам свой дом. Снаряд попал в крышу. Хозяйка до сих пор удивляется, как он не сдетонировал. Если кровлю починить можно, то вот сарай вряд ли. Кроме боеприпасов на огороде огромные булыжники и воронки. Так залетел и встречал. Что-то начинает рваться. Человеку говорю, что, наверное, база зазревается. Человеку говорю, погреб, текает ему погреб. Текли же погреб, сидим в том погребе. И минус через 20, чую, у нас стекла полетели. Александра с мужем ждали спасателей в погребе 7 часов. В часах в 11 из прилуг приезжают, забирают нас. В сутки Александра с мужем были у дальних родственников. Вернулись домой только вчера. И первое, что увидели, двор и огород, усеянный боеприпасами. Взрывной волной повредила окна и несущие стены дома. Они покрылись трещинами. Потолок осел. Это трещинами. Я не знаю, у меня здоровья нет. Сколько домов повреждено и разрушено. Какая сумма компенсации нужна людям. Это все только предстоит подсчитать. А пока на арсенале до сих пор слышны взрывы. Муж Яны – командир пожарного подразделения части. Она не видела его уже несколько суток. Я до него, как только можно было на трех день, когда трошки дыхло, приехала. Хоть трошки побачила его. Слава Богу, уже есть нормально. Огонь на складе уже потушили. Теперь очередь за саперами. Ведь, чтобы разминировать территорию возле Ични, нужно минимум два месяца. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после этой катастрофы должны быть сделаны в том числе и кадровые выводы. Хотя наиболее вероятная причина случившегося диверсия, нужно проанализировать и то, как хранились боеприпасы. Не было и не мали зараз. А те, что было станом на 2014 год, нагадывало в порядковом звалище под открытым небом. И решить найгальнейшие проблемы військового строительства, мы в притул подошли к вопросу складов боеприпасов. Цего года запорядкован в начале строительства 15 современных схований с автоматическими системами охраны, которые включают диверсию. С автоматическими системами против пожежной безопасности, автоматическими системами оповещений, которые приводят почти до нуля человеческий фактор. Продолжение следует...